Я хочу сразу поговорить с медиумом. Давай сразу договоримся. Ты изгоняешь одного духа, просишь, говоришь, что дух будет изгнан, только надо остановить ремонт. Я перестану буянить, у людей все хорошо, все круто, классно, они тебе платят деньги за это, ты уходишь, а я тебе говорю просто, как его убить. Я знаю, где его труп лежит. Так, а где красный камень в доме? Где красный камень в доме, я не могу сказать, потому что в таком случае ты убьешь меня. А я скажу тогда людям, чтобы они просто не трогали это место. Хорошо, но опять же, это надо играть на доверии. Давай, я знаю, что он знает, где лежит красный камень, и на самом деле тут я могу воспользоваться техникой шантажа, потому что я-то могу явиться людям во сне и сказать, что ты шарлотанка, поэтому тебе лучше всего договориться со мной. Если ты договоришься со мной, ты его изгонишь. А если я договорюсь с ним, то он скажет мне, где красный камень, и люди смогут его разрушить, и ты исчезнешь. А, окей, хорошо, я исчезну, но он продолжит гуянить, и получается, ты все равно выходишь совершенно на танк. А тебя я вообще могу перезаграбить? Да? Когда ты уйдешь на вечный покой. Мне, в принципе, так, он хорошо живется, а он как-то сильно шантажирует тебя, тебе кажется, он прям душит, прям душит. Тебе это не надо. Мне кажется, сейчас как раз люди спят, я могу, ну, уже пойти. Но он и так плохой, но вы плохие, поэтому зачем? Ты можешь мне сказать, где красный камень в доме? Смотря какие условия. Я смогу тебя перезаграбить. Ты же хочешь на вечный покой? Нет, мне, я хорошо. Видишь, он не хочет с тобой договариваться, я договариваюсь с тобой. Я буду тихо. Он будет тебя сантажировать, это нехорошо. Так, хорошо, а что ты мне можешь предложить? Что могу предложить? Покой, скорее всего, потому что ты не будешь, никаких клиентов я не буду беспокоить, Я буду спокойно. А чем ты это гарантируешь? На честном своем. Ой, ну так не честно. Давай, хотя бы, я покажу, где сокровища замурованы. Нет, если я покажу, где сокровища, тебя будет служить. Я с тобой не буду договариваться. Все, чем ты подтвердишь эти слова? Я могу, я уже иду, я уже почти в голове у этих людей. Он не знает, где сокровища. Он не знает все равно, где сокровища. Тебе нужны сокровища? Хорошо, ты можешь попросить очень много денег у людей, тех самых. Я успокоюсь, если они остановят ремонт. То есть у нас хорошее партнерство, и он как бы уйдет. Я, конечно, понимаю, но чем ты гарантируешь то, что они мне заплатят? Мне нужны сокровища. Я знаю, что эти люди дорогие, я знаю, что эти люди богатые. У них намного больше, чем там сокровища. Я же знаю, сколько там сокровищ. А я сокровища хочу. Слушай, слушай, можно с тобой договориться? Ну, на самом деле, я уже все высказал. Мне не совсем нравится сожительство его. И я говорю, что я успокою, ты не потеряешь свою репутацию, что очень важно. То есть ты хочешь остаться жить в доме? Я хочу остаться жить в доме, и я буду тихий. Только главное, чтобы они остановили ремонт. Все-таки давай, я тебе предлагаю. Расскажи мне, где красный камень, и они просто не затронут его во время своего ремонта. Скажи, не трогать красную комнату. Хорошо. Я все-таки предлагаю на тебе договориться. Мы останавливаем ремонт. Мы успокаиваем нашего медиума. Мы останавливаем ремонт. Раз. Потом, ты же знаешь, что я знаю, как тебя можно изгнать тоже. То есть, если ты сделаешь мне хуже, я тебе сделаю в ответ хуже. А как ты сделаешь? Ты не можешь трогать ничего. Я тебе скажу, где камень, и ты ее тоже изгонишь. Я могу даже не тебе сказать. Я могу сказать другим людям. Нет, только я с тобой могу разговаривать. Никто не слышит духа. А я приду к этим людям. Я знаю, что они богатые, как я уже сказал. Почему они богатые? Потому что они медийные личности. А что, если они всему миру поведают, что ты шарфлотанг? Как тебе такое? Ты потеряешь очень много клиентов. Ты потеряешь намного больше, чем ты могла найти у него в сокровищах. Все-таки задумайся об этом. Также я, в отличие от того, могу покидать дом. То есть, я могу прийти к любому клиенту и рассказать, как, что... А ты как к клиенту попадешь? Он умрет. Он умрет. Но ты же не можешь с ними общаться. Я же это знаю. Не можешь. Не правда. Правда. Смотри, я сначала с тобой договариваюсь, что он умирает. Он умирает. Я не беспокою людей. Ты не теряешь свою репутацию. У всех все хорошо. Тебя одаривают золотом, потому что это медиумы очень жесткого уровня. То есть, не надо просто уговорить людей, чтобы они не делали в доме ремонта. Верно. То есть, я все равно могу преследовать всех. Я могу преследовать людей до самой смерти. И всем будет хуже. Потом обвинят в этом тебя. Ты хочешь на покой или нет? А? Ты хочешь на покой или нет? Нет. Призрак исчезнет, если ты его убьешь. По моему виду. Так ты знаешь, где он захоронен? Да. Я же говорю. Где его сокровища ты знаешь? Где его сокровища знает только он. Ты можешь сейчас аккуратненько у него изведать. Если у тебя это получится прямо сейчас, ты просто супер. И мы с тобой договорились. Да. 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 Да.